Александр Седых. Демон. Книга третья. Проводник хаоса. Пролог. Для отдыха у Саши совсем не оставалось времени. Пара дней после приезда в замок не в счет. Как-то незаметно образовалась целая куча мелких бытовых проблем. Саша и Линз вплотную приступили к планированию, закрывшись от всех в кабинете демона. Метеоспутник исправно транслировал вид поверхности планеты. Картинка была четкой и позволяла рассмотреть общий рельеф местности. Горы покрывали всю поверхность оконечности материка, но отчетливо просматривались довольно обширные долины, подходящие под строительство городов и поселков. Учитывая скорый наплыв беженцев, главе провинции необходимо срочно готовить места для их проживания. Единственный город и несколько десятков более мелких поселений, облепивших основную дорогу к северному побережью, не в состоянии разместить новых жителей. Дома там и так максимально прижимаются друг к другу. Возводить дополнительное строение просто негде. Люди, конечно, в беде земляков не оставят, но всему есть предел. Дома они резиновые и вместить всех под крыши не смогут. В приграничном городе дела обстоят несколько лучше. Однако и он способен стать только некоторым распределителем и накопителем людского потока. Как бы ни хотелось, но оставить беженцев в его черте или окрестностях возможности нет. Дорожные поселки в этом плане вообще не рассматривались. Они изначально возникали в каждой маленькой долинке между горными цепями и быстро занимали свободное от скал пространства. Кроме того, некоторые из них располагались не прямо у дороги. Но не может она петлять по скалам, связывая воедино все пригодные для поселения участки. А те тропки, которыми пользуются местные жители, и дорогой не назовешь. Транспортный путь предназначается лишь для поддержки и обеспечения форпоста, защищавшего берег империи. Так что задачка не из простых. Необходимо срочно строить новое поселение в подходящих местах. Но как туда добраться? Лиенс задумчиво смотрел на увеличенную проекцию карты с северной частью материка. Вывод он озвучил неутешительный. «Мне не хватит магов даже, чтобы построить дороги до ближайших удобных мест, не говоря уже о возведении простейшего жилья. Можно привлечь к работам не более 20 адептов стихии из пограничного региона, но они такой объем не осилят. Горожане будут обслуживать приходящий людской поток, им своей работы будет не впроворот». «Придется задействовать ресурсы замка», — соглашаясь, кивнул Саш. С того самого момента, когда маг стал его адептом, он не мог оставаться в стороне. К тому же демон осознавал, что людские ресурсы лишними никогда не будут. Задача предстояло решить грандиозные, и одни демоны с ними не справятся, даже с использованием спасательного модуля первых. «Саш». «Рис, что можешь выделить нам в помощь?» «Ирисана». «Ты недооцениваешь работу жены. В отличие от некоторых бездельников я не сидела сложа руки». «Саш». «Ха, бездельник пригнал тебе целый космический корабль. Она недовольна». «Ирисана». «Хорошо, жалобы снимаются. А если без шуток, то я тут немного посвоевольничала». Оказывается, с одаренными детьми управляться невероятно трудно. Пришлось подыскать им дополнительное занятие. Мыс и Рис не спеша обеспечили наших подопечных астральными модулями стационных эскинов. Ты бы видел, какая компания развернулась при определении очередности установки. Теперь деткам некогда шалить. У них идет постоянная учеба. Эскины не дают расслабиться. Ты даже не представляешь, насколько легче стало работать магам-учителям из Империи Крилл». «Саш, я так понимаю, двойняшек с Симоном ты тоже не забыла?» «Ирисана». «Да, но эскины только у наших детей. Ну, еще добавь к ним приемную дочь». «Саш, что это нам дает?» «Ирисана». «Теперь ты недооцениваешь диета». Что значит, хозяин замка дома бывает редко? Кругом горы. У нас есть модуль первых, и можно не экономить ресурсы замка. Скоро мы изготовим для себя более совершенные устройства. Пока задействуем всех строительных роботов. Сверля дорожные тоннели, они произведут достаточное количество подходящего материала для возведения домов обычными людьми при минимальной помощи магов. Всего-то и понадобится обеспечить строителей амулетами для сварки каменной кладки. А детвора с удовольствием попрактикуются в управлении робототехникой. Стационарным эскином в их подчинении несложно спроектировать любой город целиком со всеми коммуникациями. Недостающее оборудование заменим амулетами. Деткам серьезная магическая практика тоже не помешает. Для изготовления простейших магических изделий у них уже хватит знаний и энергии. Пока эскины будут управлять техникой, малыши займутся магией. «Саш, удачная идея. Разобьем мелких на пары. Каждый представим взрослого. У нас пять демонов, две псионки, тренер, пять учителей, криловцев». «Ирисана, добавим шестерку магов-перевещиков, что вы прислали в замок с юга. Так что наставников на всех хватит, даже останется». «Саш, отлично, тогда ты опять на хозяйстве. Будешь координировать общую деятельность. К сожалению, вынужден признать, что управленец из меня паршивый. Простых демонов с детства учат выживать, а не управлять доменом. Опыт у меня по этой теме слишком маленький, учитывая всего лишь первое перерождение». «Ирисана». «Ладно, чего уж там. Жена должна помогать мужу». «Саш». «Искин, как там насчет плана работы». «Исаш». «Не та задача для моих ресурсов. Все готово. Осталось только выполнять». Саш с довольной улыбкой взглянул в тревожные глаза мага. «Жена подала отличную идею. Лови предложение». Некоторое время Алинс придирчиво изучал полученную информацию. «Хороший ход», пробормотал он задумчиво теребя подбородок. «Обычно дети с удовольствием отдаются новым занятиям, а долго эксплуатировать мы их не будем. За неделю робот может пробить тоннели и создать дороги к подходящим долинам. Строительного камня тоже появится в достатке. Остается надеяться, что император не загребет в армию всех магов из потока беженцев. С ними строить города гораздо проще. Не все люди способны рассчитать постройки на прочность». Уже на следующий день началась реализация подготовленного подробного плана. Искин досконально учел местные нюансы и особенности. С помощью планетарного глайдера Саш развез строительные бригады на нужные точки вдоль пути от пограничного города к побережью. Именно от скрытых долин они начнут пробивать проходы к основной дороге. В этом случае строительный материал, добытый в горах, будет складироваться в местах будущих городов и поселков. Роботы создавать канатные переправы не могут, так что дороги будут обычные. Но проходить они будут сквозь скалы. В глайдер самого большого строительного робота, конечно, не погрузишь. Но машина первых имела полевые захваты и могла переносить тяжелые объекты на внешней подвеске. Дети были в восторге от новых заданий и с энтузиазмом принялись за работу. Труднее всего пришлось некоторым взрослым, за ними наблюдающим. Вначале они вообще не понимали, что и как делают их подопечные. Искинов у магов не было. Теперь детям пришлось объяснять и показывать проекты будущих сооружений своим недавним учителям. Саша затеял строительство еще и с другой целью. Количество адептов нужно увеличивать. Если раньше маги думали, что искины – это всего лишь особенные амулеты для обучения, то теперь они увидели, какое преимущество дает их владение даже ребенку. К концу недели во время перерывов в работе на получение скинов к Ирисане уже записалась очередь из магов. Думающие модули, устанавливаемые им, имели ограниченную базу данных. Не потому, что всего знать им не положено, а просто пока не стоило указывать на чужеродность хозяев замка. Саш в стороне не остался и после соответствующих клятв внедрял новым адептам виртуальные тотемы – ящериц. Вскоре у магов отпали последние сомнения в правильности принятых решений. Полученные возможности виртуальных помощников и особенность накопления энергии завораживали. К концу второй недели интенсивных строительных работ на север материка добрались первые партии беженцев с восточных провинций, где уже вовсю бушевала война. Южане, не дожидаясь атаки центральных империй на соседа, начали захват восточных территорий северян, перебрасывая силы на кораблях по руслам рек, раньше считавшихся непроходимыми для судов. Войскам Южной империи удалось далеко вклиниться на территорию страны, разрезав восточные области государства на части. Несколько узловых станций канатных дорог оказалось в руках врага, и перебрасывать крупные подкрепления на восток стало невозможно. Пограничные легионы этой части страны сейчас сражались почти в окружении, а население с риском для жизни вырывалось из зоны боевых действий по горным тропам и практически без вещей. Добровольные частные пожертвования людей, проживающих во внутренних областях, и казна государства снабжали их необходимым минимумом. К сожалению, выделить больше средств на скорейшее обустройство беженцев не получалось. Война пожирала практически все ресурсы. Знатные и богатые оседали в столичной провинции, а остальных имперские советники направляли на север к Линсу. Поселки, лежащие вдоль магистральной дороги, ведущие к владениям Линса, обеспечивали двунаправленный поток по транспортным артериям. Переселенцы шли на север, а большая часть пограничного легиона и городской стражи направлялась в центр. Срочно формировались дополнительные отряды для отражения неожиданного нападения соседей. Император не забывал и о других планах Совета Контроля. Таким образом, созданная за последние дни сеть горных проходов оказалась очень кстати. Попадая в долины с богатой природой и удобными местами для строительства, люди быстро приходили в себя от потерь и начинали новую жизнь. Имперские наблюдатели с восторгом отзывались о деятельности Линса на своем месте. Благодарность государя не заставила себя долго ждать. Теперь бывший южный граф превратился в настоящего северного герцога. Поселки в открытых долинах разрастались на глазах.